Райская кухня Привет, сегодня мы будем готовить из удивительных ингредиентов. Я научу вас, как использовать их правильно. Один из них — яркий представитель морепродуктов. Я очень люблю морепродукты, и сегодня покажу вам, как сделать их сладкими и острыми одновременно при помощи персиков и вот этого халапеньо. Если вы смотрели наши предыдущие программы, вы знаете, что я очень люблю перец халапеньо. Но перед тем, как мы начнем, я бы хотел благословить лежащие здесь продукты. Ведущие ученые провели исследование, что когда человек молится, то меняется структура продуктов. Поэтому сейчас мы благословим пищу. Небесный Отец, мы просим тебя осветить эти продукты, чтобы все они пошли нам на благо. В имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Итак, для начала мы поговорим о морепродуктах. Сегодня мы будем готовить морских гребешков в глазури из персиков, тамаринда и халапеньо. Но вот они, наши гребешки. Это не те мелкие, что часто подают в ресторанах. Это большие, просто огромные гребешки. Хотите узнать кое-что интересное о гребешках? Раковина морского гребешка является эмблемой паломников гробу святого Иакова, апостола Иисуса Христа. Паломники берут с собой раковины гребешков, когда отправляются по пути Иакова. Мы слегка подровняем гребешки и отрежем от них лишнее. Как вы видите, одна из сторон их неровные, а мы хотим, чтобы они равномерно прожарились на сковороде, поэтому мы срежем этот угол и получим ровные красивые кусочки. Это единственная проблема, связанная с размером гребешков. Если бы мы взяли маленьких, то их можно было бы жарить целиком, а вот больших лучше обрезать, чтобы они равномерно прожарились. Хорошо, беру первый, теперь второй и отрезаем с обеих сторон. Сначала здесь, а потом там. То, что мы отрезаем, не обязательно выбрасывать. Эти кусочки можно использовать для салата, поэтому не бойтесь покупать большие гребешки. Это не так дорого, как кажется на первый взгляд. Для начала нам нужно разрезать небольшими кусочками, а потом уже цилиндриками. Еще раз напоминаю вам, не выбрасывайте те кусочки, которые у вас останутся. Далее нам нужно будет приступить к обжарке. Для начала берем сковороду. Нам понадобится сливочное и еще рапсовое масло. Главное — не перегреть масло. Как только почувствуете запах, тут же начинайте жарить. Мы берем растопленное сливочное масло и наливаем его в сковороду. Оно очень горячее, поэтому будьте осторожны. Для начала дождитесь, пока масло начнет потрескивать. Только тогда можно начинать обжарку гребешков. Добавляем в сковороду немного рапсового масла. Оно не позволит выгореть сливочному маслу, а также придаст ему неповторимый аромат. Помните, не стоит накрывать гребешки крышкой, иначе они будут тушиться, а не обжариваться. А мы хотим получить именно обжаренные, с легкой карамельной корочкой. Обжарка длится недолго. Пара минут с одной стороны и пара минут с другой. Если вы не хотите, чтобы масло разбрызгивалось со сковороды, накройте ее специальной крышкой, которая пропускает пар, но задерживает капельки масла. Вот примерно такая. Ее можно найти в каждом хозяйственном магазине. Она очень помогает при обжарке, иначе пришлось бы мыть всю кухню. Наше масло все еще разогревается. Я расскажу вам кое-что про гребешки. Они с виду очень похожи на мясо. Помните, что нельзя их пережаривать, потому что в таком случае они станут очень жесткими. Для оптимального результата их нужно обжаривать пару минут с одной стороны, потом перевернуть и обжарить пару минут с другой стороны, но не дольше, иначе вместо гребешка вы получите кусок резины. Но если вы все сделаете правильно, то они будут очень мягкими и сочными. Ну что ж, посмотрим на наше масло. Что с ним? Похоже, оно наконец разогрелось. И мы начинаем выкладывать гребешки на сковороду. Следующий пошел. Они должны слегка плавать в масле, чтобы бока тоже прожарились. Вот так. Кстати, когда будете покупать гребешки, поинтересуйтесь, свежие ли они. Брать нужно свежие, а не те, которые по месяцу лежали в соленой воде. Потому что при долгом хранении в воде гребешки вбирают ее в себя, и при обжарке вода попадает на сковороду и превращается в пар. Таким образом, мы получим не обжаренные, а тушеные гребешки, и никакой корочки ждать от них не стоит. Хорошо, мы выложили гребешки на сковороду, и теперь нужно обжарить их с каждой стороны. Приблизительно по две минуты. Для этого накроем их специальной крышкой. Которые не позволят маслу разбрызгиваться. Вот так. Хорошо. Накрываем. Тем временем мы начнем делать с вами соус. В эту сковороду я кладу два нарубленных персика. Где они у меня? Если вы используете перец халапеньо… Ага, вот мои персики. Вам не стоит забывать, что он очень острый. Персики помогут смягчить остроту, но оставят вкус перца нетронутым. Добавим немного воды, чтобы персики не подгорели, а слегка карамелизовались. А теперь мы возьмем несколько необычный продукт. Он называется «тамаринт». Это тропический фрукт. Его нужно надломить посередине, и внутри вы обнаружите похожую на желе мякоть, которая придаст неповторимый вкус данному блюду. Смотрите, вот так вот вам нужно поступить с этим фруктом. Добавляем эту мякоть в сковороду с персиками. Некоторые любят жарить персики на сильном огне, я же предпочитаю, чтобы они томились на медленном. Если была бы такая возможность, я бы готовил этот соус пару часов. Так, я вымыл руки после гребешков, и теперь готов их перевернуть. Кажется, уже пора. Посмотрим, что у нас там происходит. Ну-ка. Нужно ли их перевернуть? Нет, они еще не готовы. Поддержим еще немного. Мы же хотим получить красивую корочку. Я слегка уменьшу огонь, чтобы масло не выгорело. Иначе гребешки будут сухими. Самое важное в этом блюде — сохранить вкус гребешков. Если вы пережарите их, они станут резиновыми. Если не дожарите, получите безвкусную массу. Поэтому помните, увидели корочку — тут же переворачивайте. Итак, у нас готовятся наши гребешки. Лучше всего медленный огонь, не очень сильный. А пока они готовятся, мы нарубим наш халапеньо. Отрезаем вверх и разрезаем его пополам. Я хочу, чтобы персики смягчили вкус перца, и чтобы блюдо не было сильно острым. Поэтому из одной половины перца я вырезаю всю сердцевину, оставляя только кожицу. А вторую оставляю как есть. Теперь мелко порубим их. Меленько. Я люблю халапеньо не только за остроту, но и за прекрасный вкус, поэтому я использую его во многих своих блюдах. Его вкус невозможно описать словами, но он очень хорош, особенно со свежими морепродуктами. Я люблю добавлять его в соус к креветкам, а также к лобстеру с сливочным соусом, и даже в пасту с морепродуктами. Главное — мелко его порубить. Тогда он отдаст блюду всю свою остроту и весь свой великолепный и замечательный вкус. Далее мы сыпем все это в нашу сковороду. Добавим это к персикам. Скидываем и слегка помешаем. Давайте вновь проверим наши гребешки. Ага. Вот теперь они выглядят как надо. Смотрите, вот как выглядит нужная нам корочка. Переворачиваем их и оставляем на сковороде еще на пару минут, чтобы они прожарились и с другой стороны. Нам же не нужны бледные гребешки. И неравномерно прожаренные. При такой обжарке внутри они останутся нежными и сочными. Да, это именно то, что я хотел. Именно то. Теперь помешаем наш соус из персиков. Прекрасно. Похоже, он удался. Добавим в соус немного соли. И оставляем томиться дальше. Можно добавить сахар по вкусу, но это не обязательно. Он добавит сладости, но это уже на ваше усмотрение. Я, пожалуй, добавлять не буду. Да и вообще, обычно я сахар не добавляю. Взглянем на гребешки. Они почти готовы. У нас тут стоит пароварка, и через пару минут мы будем готовить овощи на пару. Думаете, что эти блюда не сочетаются? Поверьте, сочетаются еще как. Гребешки в остром персиковом соусе. Шесть больших гребешков, одна столовая ложка топленого сливочного масла, полстакана рапсового масла и два мелко нарубленных персика. Гребешки в остром персиковом соусе. Один перец халапеньо, мелко нарубленный, один тамаринт и один стакан воды. А теперь давайте перейдем к другому блюду. У меня в руках две золотых свеклы, бесподобных на вкус. Сегодня мы будем готовить овощи на пару, и в том числе эти замечательные свеклы. Я разрежу одну, чтобы показать вам, как она выглядит внутри. Смотрите, какой у нее насыщенный цвет. Она, несомненно, украсит любое блюдо, и не только своим видом, но и своим вкусом также. Свекла — очень сладкий овощ, с ее помощью можно придать вкус всему блюду. Именно это мы попытаемся сделать сегодня. У нас есть мелкая морковь, ломтики свеклы и нарезанные цукини. Сейчас мы будем все это готовить, постепенно доводя до единого результата. Что у нас с морковкой? Свекла, свекла, и вот он наш цукини. Открываем пароварку и кладем в нее наши овощи. Цукини с одной стороны, а морковь с другой. И уже сверху добавим свеклу. Время готовки вы выбираете сами. Я лично не люблю, когда овощи слишком мягкие. Поэтому я готовлю их недолго, чтобы они сохранили свою форму и не превратились в кашу. А пока все это варится, мы возьмем щипцы и снимем со сковороды наши гребешки. Тем более, что они уже готовы. Берем тарелку. Кладем одного сюда, а второго рядом с ним. Смотрится потрясающе. Снимем сковороду с огня, чтобы остальные не подгорели. А мы пока взглянем на то, что получилось. Ну, посмотрите, разве они не прекрасны? Наши братцы. Удальцы. А сейчас приступим к приготовлению следующего блюда. Нам понадобится большая кастрюля, чтобы приготовить израильский кускус. Ставим кастрюлю на плиту и заодно проверяем, как там наш соус для гребешков. Он почти готов. Оставим его еще на минутку, чтобы он дошел, и затем выложим его на наши гребешки. А пока займемся кускусом. Здесь у меня замоченные грибы шитаки. Вы можете купить сушеные и замочить их, как сделал я. Это займет где-то час времени. В зависимости от размера грибов и от того, горячей или холодной водой, вы их замочите. Я использовал теплую воду, и мне понадобился примерно час. Не сливайте с них воду, добавьте ее в свой кускус. Это придаст ему неповторимый вкус. Наливаем грибной настой в кастрюлю. Количество зависит от того, сколько вы хотите приготовить кускуса. Хорошо, сначала соусом. На 2 стакана кускуса я наливаю где-то 1,5 стакана настоя. Итак, мы наливаем сначала первую часть. Добавим немного воды, чтобы крупа хорошо разварилась. Теперь вторая часть. И, наконец, третья часть. Затем добавляем пол чашки соевого соуса. А потом мы подождем, пока все это закипит. Жидкость нагревается быстро, поэтому не упустите нужный момент. А наша уже нагрелась. И теперь можно добавить в нее крупу. Некоторые люди бросают крупу только тогда, когда вода совсем закипела. Я же начинаю забрасывать крупу, когда вода только начинает закипать. Это позволит крупе впитать как можно больше жидкости. А пока займемся грибами. Мы нарежем их мелкими кусочками и добавим в кускус, пока он еще варится. Для начала отжимаем из него воду полностью и сильно. Потом отрезаем ножку. Она слишком твердая, поэтому мы не будем использовать ее. Потом шинкуем сам гриб мелкими кусочками. А потом кубиками. Грибы шитаки просто удивительны. Вы видите, сколько жидкости я выжимаю из него. Затем он впитает столько же, пока будет готовиться. Очень много воды в них. На вкус они просто замечательны и прекрасны. Хорошо, порежем и этот грибочек. В среднем на 2 стакана крупы нужно примерно 8 грибов. Где-то 8. Я не ошибся. Звучит музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Как только вы нарезали грибы, сразу добавляйте их в кускус, чтобы они успели придать ему свой неповторимый вкус. Не забывайте помешивать крупу, чтобы она хорошенько проварилась и не подгорела у вас. Смотрится бесподобно, конечно. Я пока прервусь и займусь своей глазурью. Мы берем персиковую глазурь и выкладываем поверх гребешков. Так, на первый сначала, потом на второй. Хм, да, смотрится здорово. Теперь приступим к следующему ингредиенту нашего кускуса. Это запеченный болгарский перец. Я запек его сам. И вы тоже можете сделать это. Не нужно покупать его в магазине, так как вы будете уверены, что он свежий. Это очень просто. Возьмите перец, нагрейте духовку, смажьте сковороду маслом и положите на нее перец. Слегка запеките, и вы получите прекрасный продукт. Кто-то снимает шкурку, а вот я лично оставляю. Шкурка придает блюду особый вкус, которого вы можете лишиться, если ее снимете. Я приготовил его вчера, чтобы он смог остыть, потому что мы будем добавлять его прямо в готовящееся блюдо. Перец придаст сладость блюду. Ну и, конечно, эти красивые кусочки придадут отличный вид. Режем его на мелкие кубики и добавляем в кастрюлю с кускусом. Слегка помешаем. Хм, а у нас неплохо получается, должен я сказать. Добавим две чайных ложки кунжутного масла, затем немного красного острого перца. Всего чуть-чуть. Не бойтесь, это не сильно острое блюдо. Слегка присыпаем сверху, и кускус почти готов. Еще раз все тщательно мы перемешиваем. Вы видите, как красиво смотрится эта крупа. Я всегда любил кускус, даже больше, чем пасту или рис, к примеру. Потом мы возьмем нашу тарелку и выложим на нее немного кускуса. Иди сюда, красавец. Ну, можно и побольше. И вернем тарелку на место. Кускус с грибами шитаки. Две чашки пшеничной крупы, пол чашки соевого соуса, полторы чашки воды, в которой настаивались грибы шитаки. Один запеченный целиком красный болгарский перец. Кускус с грибами шитаки. Десять грибов шитаки, выдержанных в воде и нарубленных. Пол чайной ложки красного острого перца. Две чайных ложки кунжутного масла. А теперь давайте обратимся к Писанию. В Евангелии от Матфея, 4 главе, 18 стихе сказано, «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Сегодня мы с вами готовили из даров моря, гребешков. Гребешки относятся к моллюскам, но они живут в море. Мы выбрали их не случайно. Я расскажу вам кое-что. Для того, чтобы поймать гребешка, вам нужно глубоко нырнуть и долго искать маленького гребешка во тьме водорослей. Мы готовились сегодня из больших гребешков. Их найти легче, но дело не в этом. Это прекрасная иллюстрация того, чего может добиться человек, который сосредоточен на цели. Подумайте, как прекрасен стал бы мир, если бы мы все научились быть ловцами человеков, как учил Иисус. Пойдите и познакомьтесь с новыми людьми, расскажите им об Иисусе или пригласите их на ужин, а еда сама повлечет разговор за собой. Хорошо, это прекрасный повод для того, чтобы привлекать новые души к Иисусу Христу. А теперь давайте вернемся к нашей еде. У нас на тарелке уже есть два блюда, приготовленных сегодня. Это обжаренные гребешки с глазурью из двух спелых персиков и одного перца халапени. Вы можете добавлять перец по вкусу, в зависимости от того, насколько острое блюдо вы хотите получить. Также мы добавили немного соли и тамаринт. Также мы приготовили кускус. На два стакана крупы мы положили 8 грибов шитаки, один запеченный болгарский перец, немного красного острого перца. Перец и грибы мы нарезали кубиками, а крупу варили в настое из грибов. Мы взяли два стакана настоя, в котором намокали грибы, добавили полстакана воды и полстакана соевого соуса. И варили крупу с овощами в полученной смеси. А теперь мы добавим на эту тарелку еще одно блюдо — овощи, приготовленные на пару. Открываем пароварку. Отличная пароварка, обожаю ее. Мне понадобится полотенце, чтобы достать емкость с овощами. Не знаю, как у вас, а в этой пароварке ручка находится внутри и очень сильно нагревается. Кладем емкость на разделочную доску и достаем овощи щипцами. О, какой аромат. Смесь ароматов моркови и свеклы просто бесподобна. Ну, посмотрите на эту свеклу. У меня в студии свет падает прямо на нее, и я вижу ее насквозь. Какие кольца. Она смотрится как желе. И очень сладкая. В одной из передач мы использовали ее для получения сахара. Мы кипятили ее в воде, чтобы подсластить воду. Кладем на тарелку ломтик свеклы, морковь и нарезанный цукини. Положим его с другой стороны от моркови для лучшего вида. А теперь, посмотрите, восхитительно. Мы приправим их особым образом. У меня в руках розовая соль. Ее добывают в Боливии, в горах Ант. Есть много разных видов соли. Они различаются по цвету. Каждый тип соли содержит уникальный набор минералов и отличается по вкусу. Эта соль очень подойдет к нашим приготовленным на пару овощам. Посыпем сверху для вкуса. Вот так. Нарезанные и приготовленные на пару овощи. Один нарезанный цукини, одна нарезанная ломтиками золотая свекла, шесть небольших целых морковей, соль, перец по вкусу. Музыка Я надеюсь, что сегодня вас коснулось благословения Господнем. Надеюсь, что вы узнали пару интересных вам рецептов. Может, вы даже, подобно Иисусу, станете ловцом человеков и заведете новых друзей. Пусть Господь благословит и сохранит вас. Пусть явит вам всю славу свою и дарует вам свой мир. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok